Зарядим стрим И пессимисты Хочу напомнить, что наша передача необычна тем, что у нас в студии дети, за камерами дети И, кстати, программа реализовывается тоже благодаря детям Тема нашего сегодняшнего эфира – красота вокруг нас Но давайте сначала познакомимся с участниками Всем привет! Меня зовут Вика и я оптимист, потому что я ношу только яркую одежду И она мне поднимает настроение каждый день Всем привет! Меня зовут Дима и я оптимист Потому что даже если меня обольет холодный дождь, я воспринимаю его как закалку Всем привет! Я Ваня и я оптимист, потому что если я даже проиграю в шахматном турнире То я не расстраиваюсь, а ищу свои ошибки и постараюсь победить в будущем Теперь очередь пессимистов Всем привет! Меня зовут Настя и я пессимист, потому что когда я смотрю фильм, я не наслаждаюсь игрой актеров, а ищу их ошибки Всем привет! Я Дима. Я пессимист, потому что сколько бы времени вечером я не уделял волосам, на утро они все равно вот такие Всем привет! Я Настя и я пессимист, потому что каждый раз покупая мороженое, я всегда роняю его на свою одежду Да, на самом деле у меня тоже самое происходит, ты не одна такая Ну вот, послушала я визитки пессимистов, мне тоже стало грустно Но давайте наконец-то перейдем к первому туру Битва капитанов Представители команды оптимистов, а потом команды пессимистов будут на протяжении 60 секунд доказывать, что именно они правы и именно они заслуживают победы Вика? Мы оптимисты считаем, что красота везде, главное ее просто начать видеть Вы можете съездить на пруд или озеро, там всегда красиво Вы можете встретить рассвет или проводить закат Природа сама по себе очень красивая Вы можете украсить комнату так, как хотите именно вы Учиться и просто находиться в такой комнате намного приятнее Художник рисует одну картину, а каждый из нас видит абсолютно разное В этом заключается красота и искусство Каждый из нас красивый по-своему, но многие люди не замечают эту красоту в себе из-за многих проблем Проблем на учебе, нелюбимой работы и недопонимания дома Поэтому их жизнь такая серая Главное просто видеть мелочи Именно благодаря ним наша жизнь намного красивее И хотела бы я закончить свою речь фразой из романа великого писателя Федора Михайловича Достоевского Красота спасет мир У меня все? Да, Вика Ты заслуживаешь этих аплодисментов, это было очень сильно Посмотрим, чем нас удивят пессимисты Мы, пессимисты, считаем, что красота — это не самое главное Ведь важнее это то, что у тебя внутри Можно бесконечно наращивать ресницы, ногти, но ведь в душе человека от этого ничего не изменится Недаром существует известная пословица «Только встречают по одежке, провожают по уму» Мне кажется, что лучше заниматься образованием, развивать свои положительные качества и развиваться духовно Нередко люди, видя одну и ту же вещь с разной ценой, думают, что вещь, которая дороже, она красивее и качественнее Но ведь это далеко не так Возьмем, например, профессию художника Каждый художник старается над своей работой Кто-то рисует обычные узоры на бумаге, кляксы, кто-то пейзаж Но ведь каждый считает свою работу красивой И так происходит и в жизни Девочки, вы такие молодцы И я даже не знаю, кто из вас прав больше Но, к счастью, мне даже не придется решать Потому что для этого у нас есть наши прекрасные судьи в белых футболочках У них есть их зеленые таблички С веселым смайликом за оптимистов И с грустным смайликом за пессимистов Давайте голосовать! Почему ты проголосовал за оптимистов? Я как художник понимаю Вику, потому что я люблю рисовать портреты Я замечаю каждую деталь, каждую мелочь И мне это нравится Глаза у человека, очень красивые губы, нос Поэтому я голосую за оптимистов Знаете, я даже чувствую это напряжение между пессимистами и оптимистами Думаю, нам всем нужно отдохнуть И у меня для вас очень хорошая новость Недавно в Сыктывкаре прошел фестиваль «Пышкой» И там наш красивый репортаж про чувашскую деревню занял второе место Давайте же посмотрим Всем привет! Меня зовут Карина А это деревня Эхваткасы Чувасской Республики Именно здесь я провожу практически все свое лето Под пристальным вниманием соседей Ну что, зайдем? И начнем мы с моего дома Этот участок нам дали как многоодетной семье А люблю я его за то, что рядом с ним есть самое сладкое место Летом в этом овраге родители собирают веники для бани Ну а дети кушают вкусную землянику На, попробуй Самая большая себе Нашу деревню окружают много полей Особенно красиво тут летом Когда все в ромашках Можно и веники сплести, и букет собрать В деревне есть еще и пруд Правда красиво Здесь можно и порыбачить, и искупаться Ну а совсем рядом с трудом Расположилась небольшая березовая аллея Ее посадил сам староста деревни Наша семья сохраняет все чувашские обычаи и традиции У нас даже сохранились чувашские костюмы Ульяна! Давай покажем твой наряд Это чувашский национальный костюм Каждый орнамент на нем имеет свой смысл И оберегает от злых духов Ну а еще в нашей деревне богатый животный мир Коров, конечно, мало Но зато козы, овцы и курицы есть в каждом дворе Они свободно гуляют по деревне В этой деревне вот я как родилась, так и живу А как проходит ваш день? Будный день хорошо проходит У меня тут все есть Куры есть, собак есть, кормить А со всеми жителями вы общаетесь хорошо А что, ругаться в малой деревне? Вы же все дружные Все-таки люблю я свою деревню И семью, и родину Приезжайте к нам в деревню Мы вас и в баньки попарим И чувашским квасом угостим Это все та же программа Зарядим стрим Все та же ведущая Маша Табинова На уже второй раунд Второй раунд называется «Перестрелка», но не пугайтесь У нас дружелюбная и веселая студия Даже пессимисты у нас сидят с улыбками Поэтому стрелять мы друг друга будем только фактами и аргументами Думаю, в этот раз будет честно, если начнут пессимисты Вика, многие люди в первую очередь обращают внимание на внешность и красоту Они критикуют за неровные зубы или низкий рост А ведь если бы ценили личностные качества человека, а не красоту То было бы меньше буллинга и никто бы не выделялся Настя, ты сама сказала, встречают по одежке, провожают по уму Получается, все-таки красота важна, чтобы сначала люди видели твою внешность, а уже потом находили твои внутренние качества Я считаю, что неважно, как человек одет, главное, комфортно ли ему Например, если человеку нравится футболка с пятном, то его не смеет никто осуждать за это Ну смотри, если одеваться в грязную одежду, а раз она грязная, то она будет вонять, а вместе с ней и ты То есть поэтому людям будет с тобой неприятно общаться У тебя будет меньше друзей, и ты сам себя будешь ограничивать в этом Я трачу кучу денег, делаю красивый ремонт в своей новой комнате Но приходит маленький, младший брат и портит все своими калякулями Не проще ли тогда просто купить дешевые обои, поклеить их? Тогда все будет гораздо проще Из любой каракуля может делать красивый рисунок Вдруг твой брат в будущем станет великим художником Так, пессимисты у нас выстрелили, думаю, сейчас нужно дать право оптимистам отыграться на них Создавать красоту у нас это, грубо говоря, в крови, потому что в древности все носили разные украшения Даже когда проводят раскопки, находят какие-нибудь бусы или красивые сережки А это получается, что создавать красоту и выглядеть красиво у нас от природы Вика, я не думаю, что если бы ты сейчас увидела древние украшения, ты бы посчитала их красивыми Так, древние украшения у нас чуть-чуть меняют и носим их мы Пап! Люди, когда создают красоту, они получают от этого удовольствие Даже существуют специальные терапии, где человек, например, рисует и благодаря этому лечится На все это он тратит очень много времени, сил и денег Когда день начинается с красивой музыки, то человек мотивируется, заряжается энергией на весь день Не думаю, что мне понравится, если мой сосед начнет день с рок-музыки Давайте быстрее голосовать Надо же! Сто процентная победа оптимистов! Почему ты проголосовал за оптимистов? Мне очень понравилась их речь, они говорили так искренне К тому же я тоже очень ценю искусство Сегодня я чуть больше на стороне оптимистов, потому что у меня для вас еще одна хорошая новость Недавно в Новоюжном районе открылся новый филиал школы искусств номер 3 Там дети будут заниматься музыкой, танцами, да даже журналистикой Ребята, мы вас ждем! А сейчас давайте посмотрим репортаж об этом празднике Концерт прямо на улице Новый филиал 3-й детской школы искусств открылся Очень приятно открывать двери такого образовательного учреждения Это большой подарок жителям микрорайона Это в первую очередь культурное воспитание наших детей Это прикосновение к искусству Новая школа искусств находится в микрорайоне Кувшинка Здесь ребята будут учиться петь, танцевать, рисовать, играть На самых разных музыкальных инструментах Какой бы вы кружок хотели бы посетить? Может быть на барабанах хотели бы поиграть? Ой, вы знаете, Василий, я закончила музыкальную школу по классу Домра И ровно с завершения музыкальной школы не брала ее в руки И если уж мне бы предложили сейчас выбрать инструмент На котором я бы хотела себя попробовать Это, наверное, была бы Домра Хотя я очень боюсь, помню ли я, как играть медиатором Отдельный кабинет в школе будут занимать юные журналисты Во главе с медиографиней Это именно она дарит вдохновение и следит за грамотностью Из почетных гостей получились бы отличные журналисты Ведь они быстро и правильно расставили знаки препинания В предложениях графини Современная школа – это модно и красиво Так что скорее записывайтесь на занятия Ведь именно сейчас идет процесс формирования групп И составляется расписание Подошло время для самого интересного третьего тура К нам каждый раз приходят разные гости Кто к нам пришел сегодня, дам вам маленькую подсказочку Вы только что посмотрели репортаж Уместе с очень красивым дизайнерским решением Мы находимся в очень красивой библиотеке Ну что, уже догадались? У нас в гостях дизайнер, художник, заслуженный работник культуры Чувашии Кондратьев Владислав Георгиевич Здравствуйте! Здравствуйте! У нас в студии два заряда – оптимисты и пессимисты А вот кто все-таки вы? Ну, как обычно, с утра встаешь в таком несколько пессимистическом настроении Но через полчаса это все проходит И дальше работать с оптимистом Надо верить, что всегда все получится И ты будешь строить и создавать красивое Будешь делать это всегда Сейчас, по правилам нашей программы Ребята, сначала оптимисты, а потом пессимисты Будут задавать вам вопросы, чтобы доказать свою позицию Вы сделали столько красивых декораций Разных дизайнерских решений Откуда вы берете вдохновение? Ну, у нас целое большое Все-таки мы работаем не одни Нас работает несколько человек И, наверное, за годы, прошедшие Вот с того, как мы начали это делать Отделом мы это уже 26 лет Накопился огромный опыт И мы постоянно ездим по выставкам Смотрим мировые тенденции Какие-то новые решения И вдохновение, оно всегда есть в голове Нельзя делать интерьер, если вы не знаете, что вы делаете А какие вообще сейчас тренды в дизайне? В среднем сейчас, наверное, мы все любим немножко серый цвет Это, наверное, вот общая тенденция Это серый цвет, который становится как в одежде Есть же базовые вещи, на которые мы накидываем какие-то штуки, чтобы быть красивым Поэтому серый цвет – это базовый цвет, на который наносятся все остальные цвета И их можно сочетать Ну, цвет прошлого, позапрошлого года – это цвет бирюзового моря Сейчас очень модно желтый Желтый с черным Немножко стал появляться фиолетовый Так, чуть-чуть Но совсем не модный, наверное, цвет розовый Который был страшно моден в 2000 году Ну, то есть есть мода на цвета А на интерьеры, наверное, все-таки это интерьеры, которые мы хотим видеть Это вот металл, дерево, более спокойные цвета И вот они такие все сейчас интерьеры И их нельзя копировать один в один Иначе мы получим абсолютно однообразные помещения Нужно все-таки стараться их совместить Мы иногда пускаем Вот как в школу искусств, которую открыли на прошлой неделе Мы пустили классические вещи в неклассический интерьер Совместили старое и совместили новое И получилось достаточно неплохо Как и получилось здесь А скажите, пожалуйста, а можно ли развить в себе способность видеть во всем красоту? Я думаю, что любого человека есть возможность видеть красоту Не бывает человека, который не понимает, красиво это или некрасиво У кого-то это дальше развивается У кого-то это остается Но развить, наверное, можно Но мы же не живем в вакууме Вы же ходите постоянно по городу Смотрите какие-то красивые вещи Вы все равно развиваете эту красоту Посещайте выставки Смотрите на то, что делают другие Сами участвуйте во всяких конкурсах Посещайте библиотеки Вот школы искусств И у вас оно просто будет приходить само Как вы считаете, художниками становятся или рождаются? Это сложный вопрос Ведь мы все рождаемся чувством прекрасного Кто-то дальше идет по жизни с этим же чувством И видит во всем это красивое А кто-то все время ходит и говорит Вот, все плохо, все плохо, все плохо Это такие пессимисты, которые сами в себе убивают красоту И художником можно и родиться И стать талантливым художником Но при этом остаться пессимистом И твои работы будут совершенно такие пессимистичные Черные, какие-нибудь там страшненькие Но в душе ты будешь художником тоже Поэтому сказать рождается или становится Это зависит от тебя Вот как ты решишь, так и будет Ты родился гениальным ребенком А вот чем дальше ты воспользуешься Это твое личное решение Так все-таки Нужно ли ходить в художественную школу Если можно быть самоучкой? Наверное, все-таки есть необходимость Пойти в художественную школу И ее посещать Хотя бы понять первые азы рисования Нам кажется, что мы взяли мышку В компьютере кликнули, что-то нарисовалось Нет Чаще всего картинку первую нужно рисовать Примерно хотя бы почерпушками в карандаше А потом уже переводить спокойно его в компьютерное изображение Вам будет гораздо легче Но вот эти первые азы художника Пусть оно не будет вашей профессией на всю жизнь Но первые азы художника Как держать карандаш Какие краски используются Как карандашом мерить длину, ширину И все остальное И вы поймете хотя бы азы начала художников И вам это, честное слово, в жизни пригодится Вы создаете декорации для массовых мероприятий Но некоторые люди их ломают, портят Вам не обидно за это? Ну вопрос немножко неправильный Для массовых мероприятий декорации живут обычно 2-3 дня И после этого они исчезают навсегда Потому что каждый год мы делаем все новое, новое и новое А вот то, что делается для города И не только мы, и не только наша компания Город старается А то, что люди ломают Ну это, наверное, все-таки недостаточно наше культурное воспитание Мы должны понимать, что это делается для нас Для наших потребностей И вот вы идете по заливу, да, или на Московской набережной Хочется присесть на чистую скамейку А к ней кто-то уже ногами прошелся, да Ну это не совсем правильно В вашем случае, видя, что кто-то другой Вашего же возраста ломает что-то И подойти к нему и сказать, что может быть так не надо Ведь мы же проходим мимо И относимся к этому достаточно спокойно То есть посмотрели ногами сидеть на скамейке И пошли дальше А сами между собой обсудили Ну никто же не подошел, не сказал, что так нехорошо Ну логично Поэтому ваше безразличное отношение к тому, что происходит Тоже порождает это же самое Часто ли у вас воруют идеи? Есть понятие воровство А есть понятие творческое вдохновение И раньше, и в 18-19 веке Художники, поэты черпали вдохновение в чем-то, да Эпоха возрождения черпала вдохновение В греческой скульптуре, да, там Это же нельзя назвать воровством или плагиатом То есть есть мировые тенденции Есть источники вдохновения, да Чистым плагиатом, наверное, точно никто не занимается Но с развитием интернета это все больше и больше возможно Но, наверное, распирает иногда гордость Когда мы первые что-то сделали А после нас пытаются это повторить Хорошо ли, плохо ли получается Но, наверное, чувство гордости тоже в этом есть Раз не могут сами придумать Берут наши идеи и делают, то, наверное, это тоже неплохо Но остановить это невозможно Отношения, конечно, иногда негативные Но с этим нужно жить Мы тоже где-то черпаем вдохновение Говорят, что художник должен жить бедно Вы согласны с этим утверждением? Я не знаю, как ответить Наверное, нет Ситуация в том, что художник должен быть бедным Ну, не совсем правильно Все-таки то, что мы создаем Вот городские дизайнеры все, да Они, мы должны приносить радость И как бы, ну, все равно какое-то чувство удовлетворения Для горожан, для города Бедный это не создаст У него будет некий маленький такой барьерчик Который он будет считать Что, а вот это, наверное, дорого А вот это вот, наверное, не надо делать А вот это будет совсем дорого Давайте мы просто скамейку поставим И это, наверное, будет немножко тормозить Это все-таки из старой сказки 19-18 века Когда говорили, что художник может быть бедным Там Ван Гог, который продавал картины за еду в кафе Да, там что-то такое подобное Непризнанные художники, непризнанные гении Ну, наверное, да, но сейчас это уже другая сфера Это уже прошло два века Как говорил Пушкин, не продается вдохновение Но можно рукопись продать Вчера Чебоксарам исполнилось 53 года Что вы пожелаете городу? Вчерашний праздник, наверное, показал то Что город развивается, меняется Ну, реально же, хорошеется каждым днем И я, как родившийся в этом городе, наверное, могу сказать Что, наверное, теперь не стыдно говорить о том Что ты родился в городе Чебоксар Ну, у кого-то же многих есть эта проблема, да Приезжаешь в Москву, а ты откуда? И все начинают молчать, да Тихо, мирно, ну, боясь сказать Чтобы показаться там либо провинциалом, либо каким Но теперь, на данный момент, город стал достаточно хорош Достаточно презентабелен И теперь совершенно четко можно говорить Что я родился в городе Чебоксар И горжусь своим городом Я могу вам честно сказать Что среди многих городов по Волжье Чебоксары со своей набережной С учебными заведениями Выглядят на порядок круче, чем все остальное Наконец-то мы подошли к моменту Ради которого все здесь собрались На этой неделе стакан будет наполовину полон Или наполовину пуст Давайте голосовать! Я вижу, что победили у нас оптимисты Именно поэтому мы, как обычно, даем им билеты от нашего любимого театра оперы и балета Наш стакан сегодня наполовину полон Всем хорошего настроения До встречи на национальном телевидении Чуваши И всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова